поехали всем мы здесь я готова отвечать на вопросы а начинаем мы разговаривать о форуме бизнес успех для лидеров победителей премии всех регионов которые наконец-то приедут москву и встретиться не только друг с другом но и с вами потому что у нас запланирован мастер-класс по стратегии про команды для команды команды стратегии что это будет расскажите далее большое спасибо за то что возможность это во-первых во вторых для меня это большая честь и очень высокая ответственность объясню почему что любой выступление который бы я начинал стратегическая сессия говорю первое я несу ответственность несмотря на то что у нас есть договорные обязательства и так далее в первую это моя ответственность потому что люди приехавшие сюда и вы как организаторы хотите сделать что-то лучше в целом человек приехавший сюда он должен выйти отсюда немного другим нужно появиться что-то в сердце он должен думать о чем-то другом по-другому должен посмотреть на себя на свой бизнес на нашу страну мы давно перестали говорить о любви к нашей родине так вот частичку любви к нашей стране к нашей родине он должен судовести как это можно сделать конечно это огромная ваша работа с точки зрения организации и проведения премии бизнес успех я очень много езжу по россии я вижу как много людей которые хотят заниматься бизнесом и как мало людей которые не помогают да на уровне правительства идет произвольная программа и все остальное опор россии конкурсы но в реальных в простой жизни людям иногда не вопрос спросить а как поступить в этой ситуации а как мне нанять человека на работу а я вот не знаю с чего начать как мне организовать рекламную кампанию такие самые базы фундаментальные вопросы я думаю что мы в рамках вашей вот в целом опор россии вот в целом конкурса может быть мы даже подумаем о некой образовательной программе который на следующий год может дать такие самые базовые вещи чтобы до разных спикеров пригласить и люди могли бы в любое место эти как библиотека тебе нужен какой-то вопрос ты подходишь так что делать там как сварить суп на другие какие-то ингредиенты так что я очень рад и надеюсь мы сделаем очень полезное для всех нас дело думаю это как суп вкусный суп между прочим это очень большое искусство а в россии есть мероприятие называется суп суп успешных предпринимателей это круто это это большая кухня такая где там все жарят это очень круто много молодых предпринимателей несколько дней уезжают за город и думают про свой бизнес дуар тамаров позовите меня пожалуйста если вы любите супы очень то вам туда слушайте вот вы говорите про то что предпринимателям не хватает знаний или какой-то вот конкретных информации для бизнеса ну вы же знаете мы же сами понимаете бизнес да я начинал свой бизнес в 90-х годах а первый вообще бизнес я знаете как заработал первые деньги я жил в городе комсомольске на море это можно рассказать можно можно это публично город такой которым вот раньше дороги не было вот только железнодорожных на море он был участником премии да так вот к нам приезжали артисты а я все время увлекался фотографии у меня даже была такая красная корочка знаете раньше без красной корочки никуда на ней написано было фотограф и вот приехали артисты группа стасанамина я как сейчас помню розовым баева и они приезжали с ночевкой то есть они выступали потому что уехать сразу вечером была невозможность города они ночевали выступали на следующий день и уезжали я вместе со своим другом додумались фотографировать их всю ночь печатали фотографии а на следующий день перед концертом продавать фотографии чтобы люди брали автограф так и заработал свои первые деньги это и есть предпринимательство это первый миллион какой же миллион это первый ну ничего вам не подарило знаний для этого нет у нас был азарт ну вот у нас же все было что такое предпринимательство вот я с сыном вы знаете у нас есть интересные с ним постоянные беседы я говорю вот он говорит что такое предпринимательство нужно что-то купить и продать огне предпринимательство это найти какой-то спрос какую-то нереализованную возможность придумать как сделать лучше всего и дать людям вот не было за деньги за деньги а может бесплатно социально вы знаете я много обсуждаю с разными бизнес-тренерами нашу тему образования что чему учить малый бизнес каких знаний не хватает очень трудно попасть да вот очень трудно понять какие знания приведут к росту какие будут шагом назад чему вы учились что какие знания помогают вам мне повезло опять же мой любимый город как солнце на море он находился на дальнем востоке в тот момент он не переехал туда ринулись разного рода информационные потоки первый информационный поток из америки российско-американский центр который был создан они приезжали читали лекции о бизнесе американские спикеры и проводили обучали нас писать бизнес-планы и победительным бизнес-планом представлялась возможность поучиться в сша в сша мой первый университет американский это юэй университет уфа анкорич аляска я там пробил не только первый курс который бесплатно но еще и больше там проучился поэтому фундамент моего образования после российского вуза я приехал в америку приходит профессор в джинсах садится на стол перед тобой и начинает с тобой как с человеком разговаривать стоят кофеварки кока-кола снеки то есть никто никого не ругает что ты живешь жвачку например но это вам помогло для бизнеса больше чем российский вуз российский вуз это было образование фундаментальное я учитель истории то есть там заложены были такие знаете базовые вещи а это такой soft skills больше такой здесь харды тоже были и маркетинг и бизнес и финансы и понимание культуры но это как раз все давало тебе возможность уже сверху оно тюнинговало тебя так вот вопрос второе мое образование было в японии потому что мне повезло я получил поучился на конкурс на курсе контролинг для действий управленческих компаний японского бизнеса нас возили по экскурсиям непонстил тойота кикоман и всегда нам задавали разные вопросы на каждой компании нас ждали сначала выступал сел а потом нас заводили в переговорку группа 15-20 человек и давали разного рода анкеты кейсы вечером как-то возвращаясь с одной из этих курсий мы ехали ну зачем он нужен наши ответы неужели они сами не поняли может быть им наши мозги нужны может они нас эксплуатируют здесь сидел старый японец который говорил по-русски он говорит ребята мы даем вам возможность посмотреть на мир с разных столов возможно это вам никогда не понадобится но вдруг когда-то возникнет вопрос когда вам нужно будет разнообразие ширину взглядов вы вспомните а в японии это делали так и возможно ваше решение будет самым лучшим раскройте свое сознание впитывайте в себя так вот зачем образование нужно чему учить нет какого-то одного предмета который поможет предпринимателю быть успешным есть совокупность набора определенных знаний казалось бы даже разрознен помнишь эту знаменитую рейс стива джобса когда он ушел с института перед выпусками стэнфордского института слушайте я не знал чем заняться увидел объявление каллиграфия и пошел шрифты в apple сейчас только потому лишь что стив джобс когда-то случайно увидел это объявление и он будет никогда не знаешь чему тебе приведет те знания но если бы их не было от результат точно был бы никакой поэтому учиться надо всему всегда постоянно и возможно вот на симбиозе вот этих знаний и появляется что отвечает вопрос чему учить запрос у всех разный но самый первый и самый главный вопрос который меня спрашивают когда начинать как начать стать предпринимателем ну потому что общайтесь с теми кто мечтает быть предпринимателем еще не начал у нас например самый частый вопрос как закончить быть предпринимателем как продавать как там объединяться как передать нам своим детям твой бизнес стратегия выхода тоже актуальный вопрос про секрет успеха волшебную таблетку даже самое важное кроме образования самое важное что слушай у меня есть бизнес предложение давай откроем аптеку где будем продавать таблетку для успеха вот приходит человек мы спрашиваем тебя что я хочу быть на пей все там стоит миллион о да все выпавшу встал себя приходит а хочу выйти замуж на вот тебе таблетка замужства выпила тут же вышла сот не успела из аптеки выйти вышла приходит человек хочу бизнес какими таблетка все же какой бизнес класс давай всякие классный бизнес у нас в одиннадцатом году мы ездили влади восток и там была премия мы наградили предпринимателем у нас 3 фамилия ну как бы в интернет торговый начинал прошло 10 лет 8 я спускаюсь в москве в центре москвы свой подъезд открывается аптека монастырев . я была за восемь лет я делаю ту же самую премию ну правда не участвует десять раз больше людей а человек сделал из интернет-магазина молодец просто молодец это очень-очень большой тяжелый труд но хорошо подходить итак к вопросу о волшебной таблетке друзья мои нет волшебной таблетки и этот бизнес как бы мне не хотелось его открыть не работает эффект плацебо в бизнесе не работает и какой есть секрет я тебе расскажу лучше о самом самом большом крупном провале в моей жизни и и о том как я однажды вышел из самой трудной ситуации две маленькие истории девяносто четвертый год комсомольск на амуре у нас сеть магазинов по продаже аудио-видеотехника в недвижимость мы уже покупаем все кинотеатры переоборудуемых в магазины другие магазины большая сеть мы покупаем контейнерами из москвы и и в один прекрасный момент коллеги которые раньше были нашим поставщиками открывают параллельную компанию и вылетел из головы как она называлась shuttle 7 вот у нас было аудио-видео они раньше работали на нас возили нам аппаратуру а теперь это вот компания shuttle 7 прекрасно ребята умные хорошие но вот такое время решили открыть собственную команду зачем возить на нас у нас не было бухгалтера мы не очень понимали в бизнесе если тебе нужны были деньги ты открывал сейф доставал деньги закрывал сейф и эти сервисы каким-то образом попадали и не понимая фундаментальных вещей организации бизнеса для того чтобы нарастить оборот мы брали кредит заложили всю свою недвижимость взяли кредит 600 миллионов рублей под 180 процентов в этот момент наши обе компании завозят примерно один и тот же товар и это был самый популярный телевизор фунай 51 диагональ как сейчас помню и мы начинаем снижать цены попадаемся в конкурентной войне за ценообразование тебя кредит тебя проценты тебе есть маржа когда ты не понимаешь и ты начинаешь снижать цены ты уходишь в какой-то момент до нуля а потом уходишь нам пришлось продать всю недвижимость отдать все деньги и в какой-то прекрасный момент проходя мимо того помещение которое когда-то принадлежало мне я понимал что у меня сейчас денег нет в принципе вообще никаких я иду пешком не по машине все остальное вот это самый большой урок надо понимать принципы работы бизнеса и второй момент который очень важен помог мне но это я уже потом осознал когда я учился в школу на экзекте был одиннадцатый год нас андрей волков повел на эверест мы ходили к базовым лагерям и это было самое сложное физиологическое физическое испытание для меня в моей жизни на второй день я понял что мне уже тяжело группа ушла вперед я подошел такой лестнице когда нужно было подниматься и в какой-то момент когда выяснили что иступление от того что ты бессилен перед стоящей перед тобой преградой состояние отупения и и полного вот безразличия к жизни осознание того что ты ничто и никто и вообще и перед тобой дорога назад возвращаться 10 дней ждать людей невозможность перед эти нет никаких сил тупик стоишь слезы льются градом ты абсолютно не понимаешь что ты находишься где-то находишься что с тобой происходит в какой-то момент от осознания того что ты должен себе сказать что тебе надо идти вперед и я себе каким-то образом пытался уговорить давай еще пройди вперед ну хотя бы шагов десять все сознание противоречилось невозможно было там через какое-то время все уговорил прошел первые десять шагов вторые десять сто тысячи и нашел к вечеру до этого лагеря в этой нам чебазар как сейчас помню эту деревню так вот момент такой что даже если ты упал на самое дно даже если ничего не знал если есть возможность подняться так вот самый главный успех предпринимательства в том что это дорога в долгую на ней не обязательно будут падения самые низкие взлеты самые высокие но всегда можно начинать сначала и верить то что возможно достичь результат вы говорите про веру в себя это здорово но когда вот вокруг тебя есть еще кто-то у кого тоже счета заблокировали и рассмотрев на взору пришел проверять ветошь на кухне в ресторане ну да как бы ну вот такая жизнь да собрались вместе поговорили по душам и двигаемся дальше действительно в этом в этом визит а я говорю о том что вера не только в себя самое главное это вера в себя самое главное в себя да иногда слушать полезные мастер-классы например от романа дусенко 19 марта в общественной палате российской федерации для всех лидеров премии бизнес успех мастер-класс по стратегии думаю что будет интересно что тебе нравится эти годы делать эту премию да все 10 лет что почему зачем тебе это нужно каждый год ты проходишь это ну как бы принять это одно а на другой стороне у меня 20 региональных форумов то есть есть ощущение что как бы они проходят сами но нет надо еще приезжать в регион заранее их готовить то есть как минимум там 40 командировок по России и конечно к старости это немножечко в общем тяжеловато твоя золотая карта аэрофлот она уже будет платиновой скоро да у тебя есть золотая карта аэрофлот хотя я всегда планирую экономом с самыми дешевыми билетами а то что там иногда даже сидящие поезда даже как-нибудь в регионе сделать зарядить людей потому что вот мне очень нравится когда проходят бесплатные мероприятия и ты людям отдаешь я не очень благодарна за это так что зовите тоже как он съездит а в регион? какого у вас любимого региона? все равно я люблю все на что в Комсомасске на Амуре ну я бываю там тоже иногда в Креморске поехали в Креморье в Креморье в Хабаровске на Чукотку в Магадан куда угодно в следующий год у нас есть в Логовещенске в Логовещенске и в Приморье тоже есть в Хабаровске у нас любят на Дальнем Востоке хотя в Благадане нас тоже любят но мы еще туда ни разу не приехали возможно в 20-м году мы будем у нас есть в Магадане классная предпринимательница она делает там школу иностранных языков ух ты она говорит у нас прекрасная природа вот посмотрите это же уникальное место это просто место мечты мы там на краю света мы самые первые у нас вот природа которую вы нигде в жизни не видите но я хочу чтобы у всех людей в этом регионе была возможность уехать в том числе и за границу и поэтому она сделала там очень крутую школу английских языков и в общем победила с этим проектом вот смотри круто она из Магадана приехала в Хабаров чтобы представлять свой проект смотри как круто вот мы говорили про предпринимательство она не просто зарабатывает деньги на тем что учит людям она дает им некую надежду что через изучение могут свалить оттуда ведь это же некое внутреннее вот это предпринимательство тонкость поиска вот этой боли которой на самом деле еще человек реализация ее и зарабатывание на этом да зарабатывание на этом или хотя бы трудоустройство да вот это вот история про то что ну возможно мы не зарабатываем например премия бизнес успех да ну в какой-то степени тоже бизнес но конечно мы не зарабатываем а но лично мне нравится ну это продавать футболки как в Гарварде там бизнес успех толстовки блокноты две тысячи рублей пожалуйста на сайте с слоганами премии бизнес успех прекрасные футболки от нашего финалиста через две недели надеть ее и пойти на мастер-класс сколково куплю за недорого а почему я это делаю столько лет иногда правда устаешь когда там сложные перелеты и разница часовых поясов и мы делаем форумы с правительством а это та еще сказка ну то есть всегда есть бюрократия некоторая разумно но когда я прихожу и слушаю этих людей которые у нас один раз была в жюри представительница госкорпорации она приехала в регион но мы ее уговорили наши партнеры я говорю ну приезжайте ну приезжайте вот вам ну вот просто хороший город недалеко приезжайте она приехала три часа слушала выступления наших предпринимателей я подхожу к ней после этого в мероприятии впечатления ну вот ну вот что вы думаете про это я говорю ужасно ужасно почему я сижу в этой корпорации не делаю бизнес сама смотри на крыло на крыло говорит она да вот мне кажется что несмотря на все сложности трудности и вот это вот внешние да проблемы есть ощущение что люди которые занимаются своим делом своим бизнесом они более счастливы чем многие другие сто процентов да спасибо тебе большое что вот мы так с тобой поговорили откровенно про бизнес про таблетки надеюсь что в каждом маленьком разговоре есть какая-то зернышко того что человек возьмет для себя кому нужно что-то возьмет жаль мне все равно было приятно с тобой там сейчас спасибо большое мы с вами встретимся девятнадцатого марта и я вам расскажу все то что я сам знаю и умею чем я учился что я прошел на практике восемь шагов от стратегии до команды мы пройдем от вашей цели до реализации до того как нанимать людей как зарабатывать деньги и не потерять их а самое главное оставаться при этом счастливым сохранить семью отношения и быть полезным нашей стране мы не хотим конец смấp еще так что машина